Всем привет! Продолжаем попытки прохождения RimWorld. Снова сценарий на выживание. Это где у нас безумный ученый с технологией клонирования прибывает на планету в рамках шоу на выживание. Организаторы обещают невиданно щедрые призы всем, кто выживет. Давайте посмотрим, как Колобок с Кубиком справятся на этот раз. Вот они, наши поселенцы. Сейчас приоденем кубика. Так, его шляпа тут лежит. Колобок, в отличие от прошлой серии, пускай Колобок будет вооружен электрическим электромолотом. Пускай так. Сейчас мы разрешим нашим ребятам брать предметы, которые тут разбросаны. И надо приступать к строительству нашей лаборатории. Ну, начнем строительство. Сейчас я пока на паузе держу, но потом паузу выключу и паузы больше не будет. Наверное, где-то вот здесь. Здесь одна комната будет Колобка, одна комната будет Кубика. Ставим инкубатор. Вот так. Ну, все. Отжимаю паузу. Поехали. У нас 5 дней до первого нападения. Бери патроны. Перезаряжаться пока не хочет. Сейчас раздадим приказ на вырубку деревьев. Поблизости от базы. Поставлю склад пока вот здесь. Пускай таскают ребята все на склад. Здесь у нас Кубик единственным, кто может быть пожарным. Врач у нас в основном Колобок. Работа. Надзор, животновод. Повар у нас тоже может быть только Кубик. Ладно, пускай. Строитель, естественно. Колобок у нас. Фермерством будут оба заниматься. В приоритете. Шахтером может быть только Кубик. Кузнец. Художник. Ремеслон. Все. Пока вот так оставим. Сейчас Колобок начинает строительство инкубатора. И нам нужна будет энергия еще вдобавок. Генератор на дровах. Надо будет поставить. Кубик очень медленно рубит дрова. Ну, у нас есть древесина вообще. Амброзия тут валяется. На яблоко похоже. Сдалека. Ну, карта такая. Обыкновенная. Ничего такого тут не вижу. Нужны кровати. Ну, сейчас построим все, что связано с клонированием. И потом, естественно, кровати построим и все остальное. Прокачался Колобок в строительстве. Постройка. Стена из дерева. Сейчас надо тут запланировать. Достроить наш дом. Вот так. Это мы пока разбирать не будем. И надо будет еще дверь поставить где-нибудь вот здесь. Здесь будет комната и лаборатория нашего Колобка. А здесь будет кубик находиться. Это что такое? Саркофаг. Он, наверное, не является стеной, поэтому его тоже надо будет сносить. Пока так сделаем. Перезаряжаем, чтобы было 10 патронов. Прицельно одиночный. Но у этой ОСВД только одиночный вариант стрельбы. Мне порекомендовали в комментариях использовать выстрелы в голову. Я в прошлой серии использовал выстрелы по корпусу. И это было, скорее всего, фатальной ошибкой. Бегмедитирует. Кстати, нужно настроить им время на развлечение. Так, сделаем. И время на работу. Занимаемся строительством. Занимаемся вырубкой. Тут еще и древесина валяется. Это хорошо. Хоть и кубик медленно рубит древесину, но в целом нормально. Сейчас надо зарядить. А, мне, скорее всего, придется построить два генератора на дровах. Хватит ли мне компонентов для этого? Что-то я не вижу компонентов разбросанных. Наверное, нужно, чтобы ребята принесли все это дело на склад. Все, колобок спит на земле. Кубик рубит. Перематываем здесь. Особо смотреть не на что. Если что, компоненты... Вот, железо я вижу здесь. Компоненты пока не видно. Вот, компоненты. Детали. Окей. Сейчас первоочередная задача. Это все-таки запустить производство клонов. Пошло строительство. Хорошо. Заправляем генераторы. И делаем первого клона. 10 часов требуется. Давай-ка заправь лучше вот этот генератор, чтобы он отработал нужное время. 3,5 дня до первой атаки. В прошлой серии, к сожалению, далеко зайти не удалось. Посмотрим, как получится в этот раз. Помещаем эмбрион. Все. Нет? Эмбрион не на месте? Нет, эмбрион не на месте. Колобок не стал его помещать. Инкубатор. Он решил порубить дерево. Кубик достигает первого уровня в растеневодстве. Ну, наконец-таки поместил. Осталось 9 дней до первого клона. Колобку нечем заняться. Ну, давайте тогда мебель построим. Кровать. Здесь две кровати сделаем. Надо порубить еще деревья. И надо выстраивать потихонечку оборону. Защита у нас колючая проволока. Не знаю, откуда пойдут противники. По обороне будет что-то типа вот такого. Баррикада из дерева. И надо будет ловушки ставить. Ловушки, правда, очень дорогие по ресурсам. Крайне дорогие. Поставлю вот здесь ловушки. И вот так две. Ну, очень дорого выходит. Постараюсь, конечно, отбиться. Но не факт, что получится. Да, древесины добывается мало очень. Медленно идет вырубка. Колобок пошел гулять с антилопами. Гости к нам прибывают. Прай. Ну. Кровати у нас есть. Надо будет еще в будущем построить некое подобие столовой. Конечно, компоновка у меня крайне плохая. Это надо разобрать. Ну, потом я, естественно, все поменяю. Сейчас надо комнату сделать здесь более-менее. А фрай тут с винтовкой бродит. Неплохо. Строим ловушки. Два дня осталось до прибытия новой волны. Новой волны, первой волны. Колобок повышает уровень строительства. Довольно-таки быстро прокачивается. Здесь дверь будет, я не знаю. Вот здесь, наверное. Вот, ловушки построены. Еще колючую проволоку надо где-то вот так, наверное, поставить. И вот так. И вот так. Не знаю. Замурую я того, кто будет вот здесь находиться. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Здесь у нас будет пока что столовая. Некое подобие столовой. Эмбрион. Осталось 8 дней до момента рождения. Кубику нечего делать. Сейчас порубит еще деревья. Ой, паузу случайно поставил. Рубим деревья. Добываем древесину. Газель сходит с ума. Колобок упал. Без сознания или нет? Нет, вроде не упал. Колобок, ты это дерись в случае чего. Перезаряжаем. Все. Идем дальше рубить деревья. Колобок немного у него толерантность к амброзе оказывается. Колобка. Генетический шок. Генетическая регенерация. Ладно, я надеюсь, он выздоровеет. Еще одну, еще один инкубатор можем построить? Или пока лучше не стоит? очень много стали потребуется для этого. Не очень хочется. Да, тут много амброзе и скорее всего колобок у нас все-таки пристрастился к этому растению. Колобок растеневодства один достигнут уровень. Еда пока есть, но она очень быстро заканчивается. Соберем тут немножечко разного. Вот она наша будущая столовая готова. Табуреты поставим и поставим что-нибудь для развлечения. колышек поставим. Колобок полностью здоров. Хорошо. Нужна теплая одежда. Ну ладно. Снаружи 4 градуса оказывается. Здесь пока можно выключить. На одном генераторе в целом энергия держится. дальше продолжаем рубить деревья для постройки стола, стульев и так далее. Еда начинает заканчиваться. 22 часа осталось до прибытия противников. пособираем немного ягод. У нас пока лекарственных растений нет в запасе. Сейчас первое будет лекарственное растение и я сразу поставлю лечение лекарственными травами. Фориум пускай будет фракция фориум хотя лучше наверное колобки. А здесь у нас какая будет колобок у горы. Все поехали. Я думаю что есть смысл еще колючую проволоку поставить. Умиротворение мужчина. так все в колючей проволоке здесь будет. Атакуйте чтобы разрушить. Строим линию обороны. Очень надеюсь что поможет это укрепление отбиться 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 противников. Попробую проатаковать эту штуку. молодец. Куча металлолома здесь образовалась. Осталось совсем немного времени до первого нападения. Клон у нас через шесть с половиной дней появится только. Нужна теплая одежда. снаружи плюс четыре. И еда кстати у нас уже закончилась. В общем-то мусорная команда на нас решает напасть. Оу у них есть дробовик и один с ножиком. Два с ножиком и один с дробовиком. Они сразу побегут на нас или подождут немножко. Похоже они хотят на нас напасть сразу. Идем на позиции. Кубик начал стрелять. Да? Есть минус один. Один выстрел один труп. Ха неплохо. Неплохо. не зря мне порекомендовали стрелять в голову. Грузовой контейнер 250 стали. Им топливо 3000 серебра. Грузовой контейнер содержащий пять случайных оружий отличного качества. насчет насчет оружия даже не знаю есть ли в этом смысл. Вот 3000 серебра это наверное круто. Я выберу серебро пока что. в случае чего поторгуем. Все отлично хорошо. Перезарядка СВД и отходим назад работать. Неплохо получилось если бы противники снизу нападали вот это была бы проблема честно говоря через два дня прибудут новые надо поставить освещение развлечение температура где там у нас освещение много ящиков разных вот у нас ставим светильники и надо будет проводку сделать так хотя бы даем приказ на вырубку дальше нам нужно много дерева можно конечно из серебра делать ловушки всякие и прочее прочее придет один городской советник один городской стражник один гренадер надо еще как-то подготовиться снизу снизу отбивается в случае чего поэтому я сейчас защиту баррикады ловушки наверно наверно вот здесь хорошая будет точка вот так обнесем все колючей проволокой поставим поставим ловушки ловушки ну вот как-то так приблизительно все вперед шесть дней осталось что еще можно построить очень много серебра можно прикроватные столики поставить мебель для улучшения настроения наших ребят взаимодействуют с кроватью и надо расширять наше здание вот так сделаем и дверь надо построить раз два так две двери строим оборонительные укрепления здесь добываем древесину здесь будет у нас кухня какая-нибудь типа мастерской не знаю пока склад можно сюда кстати перенести я наверное так и сделаю чтобы кубика не тревожить пускай пускай в первую очередь здесь будет склад полтора 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 осталось до новых противников кстати можно их раздеть вот этих вот а где его пушка у него у него у него был дробовик или у того кто убежал был дробовик он тут не очень хорошая одежда группа путешественников проходят мимо окей это мы вырубим достроить надо эту постройку как далеко нужно идти до столовой но потом в будущем обязательно надо будет все перестроить комнаты поставить иначе жилые комнаты а у нас голод оказывается сейчас добудем еду кусты вроде бы есть будем питаться ягодами в основном кстати можно будет посадить первые растения я думаю да на это много времени уйдет но я думаю это это стоит того расчистим область инкубационный голод вот блин а заправь генератор колобок быстрее как так ты можешь покормить нет не может покормить да с едой проблемы большие наверное нужно было еще ох как много кустов здесь нужно было раньше все это делать скорее всего собираем ягоды пока мы не померли с голоду сколько 10 ягодок ты можешь покормить заправить инкубатор вперед все нормально покормили ягоды есть хотя бы на следующий день у нас еда имеется продолжаем продолжаем высаживать картошку оккубационный голод снова 7 часов до следующей атаки область свалка сделаем где-нибудь вот здесь свалку на всякий случай генератор заправлен есть ягоды давай-ка ты перенеси ягоды а то ходим туда-сюда пытаемся заправить инкубатор прям все ягоды заправляем налет у нас поставилась пауза с винтовкой да какой-то или с дробовиком снова снова с дробовиком на нас нападают с левой стороны все будем наблюдать смотреть они сразу побегут такое ощущение что они сразу бегут идем тогда сюда у нас оружие дальнего радиуса действия а нет пока они не хотят нападать ну пускай кубик будет на посту колобок пока будет высаживать всякие растения наш картошку который еще жаль что она очень долго растет не скоро она вырастет даст еду здесь много кустов так-то можно будет собрать потом все у нас начинается нападение кубик надеюсь будет делать меткие выстрелы в голову в голову попал но не убил ого два выстрела в голову выдерживает этот свин а этот не выдерживает неплохо выстрелы в голову прям вообще классная вещь топливо случайно хорошее вместо конкретной награды обычного уровня можно получить случайную награду хорошего уровня поселенец нет поселенцы нам не нужны попробуем хорошую хорошую награду взять продолжает стрельбу все минус все противники что у нас выпало посмертный супер растворитель вау я не знаю что это значит ядовитый коготь какие-то импланты что ли нужны ли они мне вопрос без головы валяется свин да они все тут без безголовые им раздеть не успеем ну в целом отбиваться конечно же с выстрелами в голову очень легко в целом в общем сейчас надо будет строить комнаты наверное колобок растениеводства прокачал в идеале конечно же лучше из-за каменных блоков все это дело строить проекты проекты энергия кабель протягиваем вот сюда здесь мы даем задание изготовить любые каменные блоки до 110 что у нас с эмбрионом а еды не хватает так еда где-то я видел сверху да кусты вот они сверху кусты паузу случайно опять ставлю отправлю наверное кубика давай-ка собираю ягоды сейчас бы разобраться с едой и было бы просто замечательно проблем бы стало намного меньше а колобок тоже пошел сюда а он есть пошел ладно поел и убежал надо будет чтобы он это все отнес еще домой все эти ягоды можно конечно охотиться но патроны как-то не очень хочется тратить переноси и надо покормить нашего клона заправляем инкубатор инкубационный голод 80% обалдеть 82% всю еду опять мы отдали ну что ж придется охотиться похоже вариантов нет на кого мы можем охотиться на кабанов на газелей можно на газелей поохотиться на четверых кубик давай тогда охоти и надо строить теперь место разделки и построить надо плиту твердотопливная электроплита есть построю здесь пока что нож выживания тут выпал из противника первая газель уже на пути домой разделать тушу повторять бесконечно кубик сейчас разделает вот мясо первое получено давай ка построй пожалуйста плиту нам нужна еще древесина срочно стали не хватает класс придется есть сырое мясо такими темпами картофель еще не скоро будет стали не хватает к сожалению слабый гул через 12 часов у нас будет нападение еды все так же недостаточно откуда-то он взял сухой паек противников что ли вытащил заправим инкубатор мясом сырым надеюсь ему этого хватит не отравиться зародыш мясо есть но оно скоро испортится нужна сталь давай-ка кубик подобывай немного стали область немного переместим он очень долго будет сталь добывать на меня уже нападут сейчас ё-моё куча противников на позиции все на позиции очень много противников 8 человек начинаем стрелять потихонечку в голову есть попадание минус голова у одного как они переживают попадание в голову а но это не попадание в голову осколочно фугасными противники идут на штурм мажет пока кубик есть еще один минус 3 из восьмерых убили попадание в голову еще одно в голову попадание еще одно какие же они бешеные победа что там у нас здесь давай-ка заправь инкубатор враги вроде бы спасаются бегством насколько я понял а нет еще не все бежит на нас с дубиной один перезарядка опа ладно отбиваемся фух все перезаряжайся раздень его минус все 30 сухих пайков я беру естественно у нас проблемы большие с едой все переноси тут у нас щит и рюкзак рюкзак возьми щиток пока наверное не нужен переносим все предметы можно подобывать немножко этот лечится оставим в покое куча всего у нас надеюсь получится это все дело продать в будущем но перезарядка свд а он не перезарядился все патроны не бесконечные патроны скоро закончатся такими темпами 101 патрон остался ну ладно через два дня у нас новое нападение будет тут у нас что так не забываем заправлять инкубатор нам очень нужен хотя бы один клон через два дня он будет появится что там у нас здесь кубик давай ка ты это сталь покопай а он хотел отдохнуть наверное я его копать заставил ладно время для отдыха пускай отдыхает делаем каменные блоки из которых в идеале надо что-то построить блоки из известняка будем строить в первую очередь внешние стены из этих блоков чтобы нам не поджигали по крайней мере здание решил колобок прям на ловушке полежать пошла перестройка ну все можно перематывать кубик полностью здоров хорошо поменялись поменялись они комнатами я думал наоборот все сделать но они решили иначе ладно 9 бродяг на нас будет нападать в следующей волне кубик покорми пожалуйста эмбриона все хорошо один день остался колобок достигает девятого уровня в строительстве замечательно делает блоки блоки нам нужны перестраиваем наши стены дальше кубик копает руду молодец енот прибавляется нашему поселению ну насчет енотов никаких моментов не было пускай еноты у нас будут поселение это людей мы не приглашаем а енотов можно вполне вот он енот давай-ка бегай ты в домашней области далеко не забегай не знаю как тебя назвать енот просто пока енот у нас есть блоки для постройки вот так сделаем и ждем ждем уже совсем скоро у нас появится новый поселенец жду не дождусь этого момента во у нас построилась наконец-таки электроплита на которой мы можем готовить простые блюда пускай вот так до трех блюд пускай готовится и мекан мы не умеем готовить не не умеем ладно кто у нас повар повар у нас где он здесь повар кубик повар правда он плохой повар мясо пропало надо поохотиться в идеале но потом после того как мы сможем отбиться еще чуть-чуть и появится первый клон картофель наполовину вырос о здесь да вот сухпайки из них выпадают прикольно куча гранат осколочных ничего себе такая здесь будет склад небольшой 5 часов до нападения эмбрион все никак не хочет рождаться больной младенец а он еще может быть больным за то что я плохо кормил его эмбрион вырос в инкубаторе стал младенцем к сожалению он болен младенцем младенцем здесь здесь поставим здесь поставим скорее всего он не выживет ставим 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 лечить передовыми медикаментами младенцем куда-нибудь куда-нибудь иди своим двуручным молотом электромолотом а он уже стреляет ничего себя есть минус один минус два этот раненый минус три вообще без башки сразу остался еще минус один в голову было попадание но не смертельное куда побежали все минус все деньги деньги кожа оружие 3000 серебра ну будем копить золото в таком случае еще минус один раздеть давай посмотрим что тут у них имеется ну я думал тут сухпайки будут всякие не было сухпайков так что с тобой все тебя больше передовыми медикаментами лечить не будем голод очень еще долго будет генетический материал колобок еще не до конца восстановился приведет к смерти ох е-мое ладно ждем тогда когда у него перезарядиться это дело а 4 дня ясно тогда перематываем восстанавливаемся по чуть-чуть здесь надо будет комнаты как-то поделить сделаю жилые комнаты вот так здесь вот это мы уберем это вот так поставим это поубираем здесь деревянные двери поставим кровать перенесем тумбочку перенесем а я копию копию не надо переставить сюда вот такая вот у нас будет перестановка в будущем очень долго будет расти конечно эмбрион следующая волна у нас 8 человек задание доступно потрепанное что-то там помощь гостей давайте примем у нас принимается поселенец мы ее сейчас отпустим как ее отпустить только вопрос как-то же можно ее отпустить лиртовать нужды я хотел ее принять а потом отпустить пока не получается беженка прибыла я думаю что нашего младенца можно потихонечку сделать сделать постарше как-то пережили мы одну волну и пускай он вырастет до вот такого вот возраста а вот с тобой что делать теперь я не знаю я тебя взял думал кое-что сделать но теперь передумал как тебя прогнать выбрать другой предмет статистика наверное я тебя отправлю на убой где-то ж была кнопка риск серьезного срыва пока у нашего клона нет имени нормального потом назовем как-нибудь наш маленький клон умеет что-то делать вообще если он будет картошку собирать это вообще будет замечательно ну и таскать предметы тоже было бы круто вырубка деревьев понадобится так а что у нас с едой по-моему у нас снова нет еды мало пищи отправляем охотника нашего поохотиться на газелей блин что с тобой делать напади на вот этого гигантского ленивца все окей пойдет у нас минус поселенец будет хорошо она нам не нужна а у меня нет кровати для вот этого младенца можно сделать склад вот здесь еще как так ё-моё почему ленивец пошел дальше драться с нами капец спасаем колобка все гигантский ленивец мертв что у нас с колобком 4 часа пытаемся его спасти лечим без лекарств лишь бы спасти 5 часов 11 все вроде спасаем колобка нормально зарубился он с ленивцем но не выстоял все хорошо окей ну что ж вот такая вот получилась серия удалось прожить уже до пятой волны в отличии от первой серии все благодаря выстрелам в голову из свд довольно таки сильная штука лучше стрелять в голову а не в тело на этом все посмотрим что будет дальше смогут ли выстоять наши ребята до десятой волны покажет уже наверное следующая серия всем хорошего настроения всем спасибо за внимание пока